здравствуйте дорогие друзья недельная глава шафтим заканчивается мы перед шаббатом давайте подведем итог этот очень непростой главе она рассказывает о пророках вообще два слова пророков и вообще далекие времена которые были пророки в израиле последний из них хагая захария и малахи они жили еще вперед второго храма они предрекали исчезновение храма и вообще все до до прихода машиаха почитайте пророчество это просто фантастически слово за словом описывается все что происходило и произойдет тоже и само понятие пророчества для нас не так понятно как раньше и тора вот называла пророка шву или чтобы поняли что такой про тот который видит конечно речь идет не о физическом зрении а вот то и духовном зрении которым обладали пророки считывает скажем получил от творца информации есть еще много лжепророков о которых сказано в нашей недельной главе лжепророк надо понять это очень важная вещь это не недоумок какой-то вы врун там какой-то это совершенно другое тяжесть преступления убейте пророк связано с тем что к нему серьезно относятся он говорит от имени бога это такая роль лжепророк когда мы видим еще понимаем считаем что человек такой серьезный то есть мы видим что человек лжет не понимаем этого идем за ними есть один пример что бог послал израилю 48 величайших пророков и пророчеств они не смогли своими словами на будущее гибели храма заставить изменить жизнь людей почему да потому что сотни вот этих уже пророков с честными глазами все время рассказывали доверившимся народу что будет так и так очень похоже на наше время надо вдуматься в этом мы находимся перед элулом перед месяцем точнее внутри эллу уже да перед рушушина нам надо думать о том что делать как как спасать ситуацию сейчас надо уходить от тех мы с вами каждый раз совершает течение года что-то нехорошее какой-то грех мы выставляем фильтры экраны мантеляющих человека от всевышнего и если их не разрушить но это нехорошо скажем так тора дает нам возможность проникнуть вообще в глубокие слои такие она даже когда говорится вот в этой недельной главе приведу простой пример судьи цари и учителя пишут там этап не обязательно вот судья это грани человеческой души например судья судей отцелетворяет совесть царь это то чем человек руководствуется учитель это потребность духовном родстве поэтому вот и сказано если судей цари и учителя окажутся на необходимом духовном уровне победа в войнах обеспечена о чем разговор война это наша жизнь вся мы во им злым начало тут об этом нас вообще успех в жизни зависит не от нас обратите внимание успех зависит от бога только он принимает решение что нас ждет успех или провал и не слушайте никого кто говорит я там это если люди есть на любви просчитавших все до конца гениально ничего не получилось есть которые раз и не все получается ты можешь сделать ровно столько и не можешь иначе да ты можешь стремиться того чтобы твои товары там к услуги чем-то занимаешься были качественны может добросовестно вести дела там зарабатывать но самым быть хорошим но рекламу сделать но гарантировать удачу может только всевышний а значит принципе умный член должен понимать что обращаться надо к тому кто гарантирует удачи только он никто наверное что надо делать надо поторопить себя изо всех сил раскаяться попытаться учить тору постоянное время для какой-то выделить написано постоянное время для учебы это об этом кстати спрашивают чем когда через 20 120 лет приходит в следующий день спрашивают выделял ли ты постоянное время для учебы и официально сказал что должен не слушать тех кто мешает тебе в этом а вот что делает кто мешает дурное начало что она делает она убеждает человека что он должен работать трудиться выше своих сил что у него нет возможности что что он должен заботиться о детям о будущем ну я знаю там о всех то сказал радий скотска что человек всю жизнь гонится за тем чтобы набрать еще и там что-то не спросить зачем ты заботишься о своей духовности да нет я не успеваю он должен позаботиться о детях о воспитании там в этом духе тора я там с божьей помощью не вырастут и вот они будут выполнять сказанное сын достоин давай так далее однако сыновья вырастают и тоже начинают хлопотать и суетиться почему потому что они заботятся о своих детях а тем что время позаботиться сказал раби скотска как бы мне хотелось увидеть этого замечательного вот этого сына за которым все трудятся поколениями все трудятся для каких-то детей поэтому это все отговорки мы все делаем для себя чтобы мы не рассказывали и когда мы духовно не развиваемся им губим тоже себя поэтому в преддверии вот шамата надо вспомнить что мы с вами кто мы люди и нам очень хочется чтобы этот год был хороший а для этого нам надо повторяю начало урока убрать экраны надо немножечко разгребать все то что мы нагородили браховы от слаха шаббат шалома всего самого лучшего все будет хорошо